На нарушение правил выгула собак и действия мошенников пожаловались председателю регионального парламента жители Камчатки. Ирина Утилова провела прием граждан в краевой столице. Один из посетителей обратил внимание на то, что многие владельцы домашних животных выгуливают их вблизи или на территории детских площадок. Пришел представитель, председатель дома с моего округа, который был, наверное, несколько огорчен. Это ситуация, которая складывается на округе в отношении детских площадок. Причем не детские площадки, что они разрушены или они не работают, а что они разрушены, там гуляют дети, но вместе с детьми там выгуливают собак. И, конечно, он был этим возмущен, и я поддерживаю в данном случае его справедливое, наверное, негодование. Ирина Утилова отметила, что есть четкие правила выгула собак. Животные не должны появляться в радиусе 40 метров от детских и спортивных площадок, и владельцы четвероногих обязаны соблюдать эти требования, чтобы не доставлять неудобства другим горожанам. Я понимаю, что сейчас можно сказать о том, что нет таких площадок для собак, но мы живем в тех условиях, в которых находимся, в том числе и финансовых. И я думаю, что при желании можно найти возможность, где можно выгулить свою питомца, не нарушая права, тем более на детских площадках. Поэтому мы договорились, что, конечно, мы обратимся в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа о необходимости установления знаков, запрещающих выгул собак на детских и спортивных площадках, чтобы это были большие знаки с обозначением ответственности за нарушения. И мы договорились о том, что жители инициативной группы должны, наверное, разъяснять вот эту позицию и объяснять, почему не стоит этого делать, ну, вплоть до того, чтобы показывать, а где это можно сделать, где можно погулять с собаками, защищая интересы детей. На приеме также подняли вопрос о противодействии мошенничеству, в особенности дистанционному. Регионально-сервисный уполномоченный Наталья Урсол рассказала о результатах опроса на платформе Камбал. Он показал, что 86% из 1186 опрошенных сталкивались с аферистами. Ирина Унтилова заявила, что тема очень актуальна, от действий обманщиков страдают очень многие. В Госдуму уже внесен проект закона, направленного на противодействие телефонному мошенничеству с использованием подменных номеров. Камчатские депутаты намерены поддержать законопроект, когда он будет на рассмотрении регионов. Кроме того, важно усилить разъяснительную работу, чтобы люди были бдительнее.